Спорт, отдых, развлечение, санаторно-курортное лечение, общепит, ремонт компьютеров, салоны красоты. Бизнесмены, предоставляющие социальные услуги, вправе рассчитывать на единоразовую помощь от государства. Она состоит из двух частей. Первая часть это 15 тысяч рублей, которая будет выделяться всем этим организациям и предприятиям и индивидуальным предпринимателям. А также 6,5 тысяч рублей на каждого сотрудника, который работал в этой организации или у предпринимателя в мае месяце. Деньги выделят в рамках профилактики коронавирусной инфекции. Они, прежде всего, должны пойти на закупку дезинфицирующих средств, пояснили в налоговой. Правда, выяснять, на эту ли цель потрачены субсидии, надзорное ведомство не будет. Но от размера долгов перед ней зависит, окажет ли помощь. Сумма задолженности по налогам не должна превышать 3 тысяч рублей. Заполнять заявление на получение денег на антисептики нужно на сайте УФНС. Кликайте раздел «Ваш бизнес пострадал от ковид», далее «Получить субсидию» и начинайте заполнять заявление. Понадобится только ваш ИНН и банковские реквизиты. Заявление нужно выслать через личный кабинет юрлица или индивидуального предпринимателя. При возникновении каких-либо сложностей звонить на горячую линию УФНС. Кстати, если мелкий и средний бизнес в очередной раз получает поддержку, то крупные промышленные предприятия и торговые центры вновь остаются за бортом. Ряд арендаторов и достаточно большая доля попала в перечень отраслей, которые государство поддерживает, а это отражается на торговых центрах напрямую, потому что единственный доход торгового центра – это арендная плата. Больше никаких нет. Но торговые центры, к сожалению, не попали в эту историю. Ситуация сложная, признается руководство ТРЦ. Ведь они выживают за счет арендаторов, многие из которых сейчас отказываются носить плату по понятным причинам. А как-то нужно выживать. Они в очередной раз обратились в правительство края за помощью. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.